Субтитры подогнал «Симон» 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 Он говорит, вот дважды рожденные мудрецы Служить предным, полностью свободным От всех пороков Это великое благо И благодаря этому служению Человек обретает склонность Слушать послания Васудаева Потом следующий стих Это вот философская канва по сути дела Или вообще зачем нам Бхагава там нужен чтобы духовно прогрессировать. И вот в этих стихах написан или освещается духовный прогресс. Вот в этом стихе это шрада заключена, или вера, первоначальная вера. Вот этот знаменитый стих. Атау шрада садху санга Атау шрада тату садху санга табаджана крия тату ниртха невритти сят тату ништха ручис татага Атха сактиис тату бавас премачете тридоди тага Вот они все 9 процессов эти перечисляются и в этих стихах они содержатся. Это первое. Шрада это вера, второе садху санга, общение с кредными, баджана крия, уже регулируемое преданное служение, потом анартха невритти, освобождение от анартв, потом ништа твердая вера, потом ручий вкус, потом асакти перевязанность к личности Бога, потом бава и према. Вот здесь в стихах они описаны. Это вот основа бхагаватам, что мы должны прийти, эта миссия развивается, благодаря этой миссии мы приходим в сознание Кришны на уровень шрады и дойти должны до уровня премы. И следующий стих Шил Пруппада цитировал, может быть, помните. Шрин вантам свакатах кришнах пуни ашрава на киртанах хридян тах стофья бадрани витхуноти сутхридсатам Кришна личность Бога в сердце каждого. Давайте пословно переведем вместе. Шрин вантам это кто такие? Кто такие Шрин вантам? Я упрощаю. Да, слушающие, правильно. Те, кто хотят слушать. Те, кто хотят слушать бхагаватам Шрин вантам они говорят сам. Сва катхах Что такое? Сва катхах Катха Какая катха? Про кого? Про Кришну Сва Своя катха Наша Наша катха Своя катха Кришнах О Кришне Пуня Пуня Что такое Пуня? Да, благочестивые люди добродетельные люди Пуня Шравана Киртанах Что это за добродетельные люди такие? Да, которые которые хотят слушать которые слушают бхагаватам и которые воспевают святые имена Пуня Шравана Киртанах Вот Вот такой вот человек есть который любит слушать про Кришну Да, который любит воспевать благодетельный человек И что же дальше происходит? Кришна Хридь Антах Строхи Абадрани Там что такое? Хридь Что такое? Хридь Антах В конце сердца, да? Или в начале сердца? Хридь Антах Антах по-другому немножко переводится здесь Хридь Антах Ну, другими словами я подскажу вам Подскажу Антах это Ну, что-то похожее в конце но не в конце а в глубине в глубине сердца Хридь Антах Строхи Абадрани Хи Несомненно Абадрани Что такое Абадрани? Неблагоприятное Все неблагоприятное это имеется вину Анардхи Все неблагоприятное Витху Ноти Что он делает? Очищает Витху Ноти Очищает Сухрид Сатам Сухрид Нет, Сухрид здесь Хриде уже было Он друг, да Сатам преданных Он друг Он друг Он сам вычищает сердце То есть, когда мы приходим на Багава там Мы просто сидим Мы слушаем Что-то понять пытаемся А там процесс происходит Там Кришна Кришна берет Совковую лопату Берет Или Или Беларусь подгоняет И начинает там Вычищать Оно вычищается Все Мы это, может быть Так сразу не замечаем Это не чувствуем Но Кришна там работает У него работы много Вот И по мере того Как мы слушаем Потом он уже Начинает лопатой вычищать Потом уже метлу Берет метой Метлой подметает Потом Потом берет И полирует Знаете Чето дарпанам Маржанам Маржанам Это очищает Это полирует Чето дарпанам Это ум 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 находится в сердце Он становится Такой прозрачный И прозрачный ум Он нам не мешает Воспринимать послание Именно таковым Каким оно есть Мы воспринимаем Вот И это смысл Вот этого стиха Скажите, пожалуйста Какие в этом стихе Заложены стадии предности Вот мы сказали Что в первом Это шрада Это вера Или доверие И что еще Садусанга Общение с предными Да А вот в этом стихе Заложено Что оно заложено Баджанакрия Ионардханиврити То есть Баджанакрия Она заложена Заложена в словах Что Когда в этом преданном Развивается потребность Слушать Его послание Он начинает слушать Он начинает повторять Регулярно Уже обеты идут Минимум 16 кругов Он инициацию может получить Потом Следом за этим Кришна Верховная Личность Бога В сердце каждого предного И благодетель Очищает сердце Предного от стремления Вот мы думали Как оно очищается Оно что Само по себе очищается Что ли Вот Мы там хлопнули И все И сердце сиять начинает Это Кришна делает Анаардханиврити Это уже Кришна Кришна за нас берется Когда мы проходим стадию Баджанакрии Начинаем выполнять Преданное служение Кришна нам дает Вкус авансом дает Дает вкус авансом Чтобы мы его как-то почувствовали Чтобы нас там За крючок зацепить Как-то Вот А потом он начинает Нас очищать Наше сердце Оно не всегда Не всегда приятно Иногда предным Даже показываешь Их Анардхи Когда Старшие предные Вам показывают Анардхи Это большая-большая милость Вы может эту Анардху Еще у него 20 лет Не увидите А он ее прямо сейчас Вам показывает Это большая милость И за это нужно благодарить Тогда он постепенно Вам еще что-то Приоткроет Еще будет помогать Я встречал предных Которым Вот показываешь Их Анардхи Причем достаточно Так мягко говоришь Не говоришь Вот ты такой негодяй У тебя вот эта грязь Вот это А как-то так И он говорит Нет у меня этого Нет Я считаю Что этого нет Понимаете То есть они отказываются Они отказываются Признавать своей Анардхи И таким образом Таким образом Они забивают Такой кол большой Берут веревку Себя привязывают Так плотненько И колу к этому привязывают Все 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 Дальше я не пойду Достаточно Для меня хватит Хватит мне Хватит мне ваших поучений И поучайте Да Совых поучат Вон поучат много Поучайте Всех поучат Да И И следующий стих Это знаменитый стих Нашта Преэшабадаришу Нитям Багавата Сэвая Багавать Уттама Шлуке Бхактир Бавати Найштики Нашта Нашта Это переводится Нашта Это переводится Как Разрушение Происходит Разрушение Когда преданный Выходит на следующий уровень Какой следующий уровень А? Ништа Твердой веры Идет массирование Вишенача Карави Такур Матхури Ганабини говорит Происходит Массирование Массированное Уничтожение Анар То есть То есть Такое глобальное Уничтожение Анар Основные Анарти Уходят На этой стадии На этой стадии Очень легко Совершать Преданное служение Мы испытываем Энтузиазм Преданному служению Нам нравится Заниматься Преданным служением Оно Сусуком Картом Совершаем Оно Сусуком Картом Хотя Оно еще Непостижимое Может быть До конца Потому что Уровень То есть Мадхи Матхикари Здесь есть Каништа Матхикари Начальный Первый уровень Второй Средний Уровень Мадхи Матхикари Третий уровень Это Утта Матхикари И вот На среднем На среднем Уровне Мы как раз Знаете Уже Уже Начинаем Освобождаться Массированное Уничтожение Анар Происходит Потом На более высоких Уровнях Анар Каниште продолжается Там Там происходит Почти полное Уничтожение Анар Остаются там Какие-то проценты Там 5-10 Процентов Остается всего И потом Полное Полное Уничтожение Анар Это На высших Уровнях Бава и Премы Происходит Полное Вот так Этот процесс Происходит И далее Далее И поэтому Далее Говорит секрет Как же достичь Ништки Благодаря Регулярному Посещению Лекций По Бхагаватам Нашта Ну Знаете Вот они С конца Переводятся Они Тексты так Составлены Что Перевод идет С конца Нужно переводить Наоборот Нужно переводить И поэтому И поэтому И поэтому НИТЯ БАГАВАТАМ СЭВАЯ НИТЯ БАГАВАТАМ СЭВАЯ Что такое НИТЯМ Вечный 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 НИТЯМ Правильно Шилпурпада Чтобы не пугать нас Он Более мягкий Перевод дает Он говорит Регулярное Чтобы нам Понятно было Регулярное А так вообще Вечное Вечное НИТЯМ БАГАВАТАМ СЭВАЯ Что такое БАГАВАТАМ СЭВАЯ Служение Да БАГАВАТАМ СЭВАЯ СЭВАЯ это Служение А БАГАВАТАМ Шилпурпада Два перевода Если вы комментарии Помните Он знаменитый Книга и Личность Да То есть Вечное Служение То есть Такое Предание Уже Полное Предание Я предаюсь БАГАВАТАМ Я уже не могу Я уже не могу Вообще Жить без БАГАВАТАМ Я не могу Жить без ГУРУ Я должен Служить Я служу Кришне В форме БАГАВАТАМ Я служу ГУРУ И тогда Вот что и происходит Тогда и происходит Нашта Разрушаются Проешь Почти полностью Разрушаются АБАДРАНИ Что такое АБАДРАНИ АБАДРАНИ Все неблагоприятно Вот эти СИАНАРТИ Они уже Разрушаются И тогда БАГАВАТАМ Утта Машлуке Давайте переводим БАГАВАТИ Что такое БАГАВАТИ БАГАВАТИ От слова БАГАВАН ЛИЧНОСТЬ БОГА Тогда ЛИЧНОСТЬ БОГА Уттама Это Трансценентный Высший Высший Трансценентный ШЛОКИ МОЛИТВЫ БАГТИХ Что? Любовное СЛУЖЕНИЕ ПХАВАТИ Возникает И Знаешь Тики Знаешь Тики Это Непреложное Или Необратимое Тогда Вот это Предное Служение Становится Необратимым Все Назад Дороги Нет Как правило Предное На уровне Нишки Они уже Падают Достаточно Редко Потому что Назад Дороги Нет Они понимают Что все Это Обман Все Что там Сзади Осталось Это Все Материальное Обман У них Твердая Вера Становится Вот этот Стих Он Дает Твердую Веру И Следующее Что же После этого Происходит Тада Раджаста Вот этот Простой Стих Переведем Легко Тада Раджаста Тамо Бавах Кама Лабхадаешь Чае Чета Атайр Анавитхам Ситтам Сатве Прасидати И вот Следующий Уровень Это Уровень Какой там Следующий Уровень Ручей Да Это Вкус Давайте Перейдем Тада Раджас Тогда Раджас Тама Тамас Причем Раджас Это Одно Слово Раджас Тама Бавах Давайте Перейдем Бавах Что такое Бавах Бава Бава Ну Бава Что такое Бава Бава Состояние Природы Наша Вот наша Природа Которая Вот В Раджас Бава Дая Лава Адая Адая И все остальное Это только самое основное И зависть Уходит Там Еще что Уходит Гнев Уходит Еще что Безумие Да Иллюзии Уходят Зависть Я сказал Все вот эти Основные Анархи И огромная Туча Анархи Которые Сопровождают Главные Анархи Знаете Главные Анархи Они как Министры При Кали Кали это Император А это Анархи Это его Министры И министр Всегда Царя Сопровождает Свиты Министров И вот Они его Все сопровождают Кали Но Каждого Министр Тоже Свита Сопровождает И Вот Эта Свита Это Другие Там Побочные побочной анархии. Например, зависть. Зависть к успешным материальным людям может быть. Зависть может быть к животным. Человек смотрит, птица летит. Вот бы так бы лететь. Он завидует на самом деле. Вот бы полетать. Или вот бы так вот занырнуть, как рыба, и часами там плавать. Нет проблем. Но в следующей жизни. Вот. Это зависть. А на зависть это может быть как определенным преданным. Это зависть может каништ от хикария. Это зависть может к мадьям от хикария. Зависть может быть даже к уттам от хикария. Зависть может быть к моему лидеру Бхакти Врикши. К моему лидеру Сектора. И даже к лидеру округа может быть зависть. Наблюдая за лидером округа, потом думают, несмирение. не смиренен. Даже зависть гуру, как проявляется зависть гуру, кто мне скажет? Это все знать должны. Что? Ну, один из моментов, да. Что еще? Еще один момент хороший, да, еще. Да, когда одним словом вы все правильно сказали, я вот так вот обобщу, не выполнение наставлений гуру, это зависть по отношению к гуру, если мы не выполняем, ну, для этого, конечно, не слушаем, лекции не слушаем, наставлений не слушаем, и как следствие всего этого мы не выполняем. Это вот зависть. И вот это вот все, это свита этих министров. И каждая анардха, она тоже распределяется много-много анардха. И потом, потом следующий стих из этих стихов. По словам не будем переводить, время мало. Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, в гуне беспримесной благости, это что? Это шут хасадва, это что? А? Да, это трансцендентный уровень. Шут хасадва, это уже трансцендентный, это беспримесная благость. То есть там уже, уже даже гуна благости, она уже отходит. Это полностью трансцендентный уровень. Если на уровне ручьи мы выходим на уровень гуны благости, вот уровень ручья, это вот он, в гуне благости порядочная находится, то это уже идет трансцендентный уровень. И вот так утвердившись в гуне «Беспримесная блага», ведь человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением, то есть он уже полностью умодухотворен, он уже не в благости, он полностью отдухотворен, обретает научное знание о личности Бога. На стадии мукта сангасия джаэте, на стадии мукти, или на стадии освобождения. У преданных освобождение, мы часто встречаем освобождение, знаете, в разных школах есть разные освобождения. Для кого-то освобождение – это хорошо устроиться в материальном мире, он считает, что он освобожден. Некоторые считают, что освобождение – это попасть на райские планеты. Те, кто Кармаканди, они считают, что это освобождение. Кто-то считает, что в Брамаджоте вот оно, конечное освобождение. Некоторые считают, что конечное освобождение – это попасть на планету Вайкундха. Но предные Шичи Тани Махапрабу, они знают, что конечное освобождение, это попасть на Галоку Вриндавана. Вот это вот конечное освобождение, высшее освобождение. Разные уровни освобождения. Вот. И такой предный, он уже освобождается от любого материального общения. То есть он общается уже на духовном полностью, на духовном уровне. И последний, 21-й, так их сколько? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот 6 стихов их. И последний. Пхидяте переводится, Пхидяте, Чидяте, Кши Янте, это все переводится как разрубаются, разрубаются, рубить. Просто разные слова. Они похожи немножко. Пхидяте, Кши Янте, Чидяте. Я не знаю, может быть, какие-то тонкости есть, как они там разрубаются. Ну, так или иначе. Давайте перейдем. Пхидяте, разрубается, да? Хрида Я Грандхиш. Что такое? Узлы в сердце. Все узлы в сердце. Кармические. Кармические узлы, имеется в виду, разрубаются. Потом. Чидяте, Сарва Сам Шаяха. Разрубаются все? Все сомнения. Вообще сомнений никаких нет. Кши Янте, Ча Сиа, Кармани. Разрубаются. Кши Янте, Ча Сиа, Ча, так же. Касия, его. Карма. Ну, вся карма разрушается. По сути дела, она вся разрушается. И потом интересно. Дришта. Что такое дришта? Смотреть, видеть, да. И поэтому, что видим. Здесь интересный перевод такой интересный. И человек видит, что господином является душа. Но на самом деле, можно еще по-другому перевести. Дришта видит Эва. Определенно так же. Атма Ишваре. Атма Ишваре. Можно перевести, что господином является Ишвара, является душа. Можно так перевести. А можно перевести Атма Ишваре. То есть, атма, душа, видит Ишвару. То есть, сама душа уже видит Бога. Вот это уровень премы, это высший уровень премы. Вот, и вот эта вот основа. И в конце задается вот этот вопрос, что же делать, что делать на пороге смерти. И в этом стихе Шукадева Гасвами, он просто хвалит, вот молодец, прям попал в десятку. Он вдохновляется и начинает, начиная вот со второй песни уже, на сцену выходит Шукадева Гасвами. А до этого рассказывалась история о Махарадже Парикшите, рассказывалась история Шукадеве Гасвами, кто они такие, откуда они появились. Краткое изложение всего Шримад Бхагава. Это все сута Гасвами рассказывает. Первую песню рассказывает сута Гасвами. Сута Гасвами Мудрецам на Мишаране. И со второй песни сцена меняется, и на сцене появляется на сцене появляется Шукадева Гасвами и Махарадже Парикшите. Потом начинается третья песня, на сцене появляются Удова, Майтрея и Видура четвертая, третья и четвертая, третья и четвертая песни. Потом опять появляется Шукадева Гасвами и Махарадже Парикшите и так далее. И опять некоторые персонажи появляются. Вот так вот составлен Бхагаватам. Это все... Нам нужно медитировать на самом деле на эти стихи. Сначала, как только мы приходим в сознание Кришны, мы медитируем на первый стих Шушушок, Шададханася, Васудэва, Кадхаручих, Сьянмахатсива, Випра, Пунья, Тиртха, Нишеванат. И этого стиха, он очень такой объемный, этот стих. В нем есть определенная сила. Помните, я как-то на лекции говорил, что каждый текст несет за собой силу определенную. И вот этот текст, он несет ту же силу. И он переводится. О дважды рожденные мудрецы. Запишите. 1, 2, 16. Очень важный текст в Бхагаватам. О дважды рожденные мудрецы. Служить преданным, полностью свободным от всех пороков. Великое благо. Если у вас проблема со служением Вайшнавом, и у вас, если проблемы с взаимоотношениями с Вайшнавом, медитируйте на этот текст. Он даст вам силу, он даст вам знания и даст вам энтузиазм. служить преданным. Это великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания вас у Дэвы. И дается второе благословение. Этот стих вам еще второе благословение даст. У вас начнет проявляться вкус к слушанию Шимат Бхагаватам. Вот этот стих, вот эти две мощные очень вещи дает. Энтузиазм служить преданным, энтузиазм ходить на Бхагаватам. Можно выучить его, прям пословно выучить каждую, каждую строку. Вы читаете Шушушушох, нужно слушать. Шрадатханася, старательно нужно слушать, внимательно. Васудэва Кадхаручих, послание Васудэвы. 1, 2, 16. Тогда ручих, ручих, этот вкус, влечение, сьяд становится возможным. Тогда будет проявляться вкус потихоньку, пробиваться начнет вкус. Махацывая. А благодаря служению чистым предным, пунья тиртха, тем, кто свободен от пороков, в служении, то есть, приходит это желание, не шеванат, служить, служить таким личностям приходит желание. И смотрите, вот этот вот текст, он именно вот намекает, что если мы будем таким личностям служить, то тогда мы выберем духовного учителя. Вот именно помогает выбирать духовного учителя, именно вот этот вот дух служения. Мы начинаем сначала, мы начинаем сначала просто, мы начинаем просто сначала служить преданным, служим, служим преданным. И Кришна это видит, что мы служим преданным. И он это ценит, он это оценивает. Бывало у вас такое у кого-нибудь, начинаешь просто служить преданным, и вдруг, вдруг Кришна дает возможность каким-то наставшим преданным послужить. Оп! Потом раз служишь, дальше служишь, еще лучше, энтузиазм больше проявляется. Потом раз, и смотришь, и гуру, гуру дает возможность послужить. То есть Кришна смотрит и нас подводит. И поэтому служение предным, разным категориям предных, младшим, равным и старшим, оно подведет к тому, что мы будем служить своему гуру. Будем служить. И вот для начала очень хорошо на этот текст помедитировать. Когда наступит Анардха Неврития, и мы начнем видеть Анардхи, и мы прям их видим, и у нас желание такое как-то от них избавиться. Как же от них избавиться? Ну понятно, надо воспевать еще больше, надо медитировать, надо книги читать, надо на Багава ходить. Вот это вот надо все, надо, надо, надо. Но этого мало еще, что надо. Тогда вот этот текст можно взять. 17-й. Когда уже Кришна... И мы медитируя на этот стих, мы как бы говорим, Кришна, я знаю, я знаю, что ты чистишь мое сердце. Спасибо тебе. И как только кто-нибудь резанет меня по сердцу, О, Кришна, ты, похоже, там уже не Беларусь, а ДТ подогнал. Спасибо, Кришна, я тебя чувствую, ты там работаю, у тебя много. Тогда вот этот текст. Хорошо, я на этом остановлюсь. Дорогие предные, Ну, и, конечно же, самый, самый лучший, самый лучший метод того, чтобы развить вкус к воспеванию, вкус к воспеванию, к слушанию, это распространение книг. Выходите на Санкт-Киртану, не пожалеете. Но только, единственное, так как сейчас времена такие непростые, надо выходить с опытными преднами. А нам надо религиозную группу. Оформить. Оформить уже надо. Работать над этим, марафон приближается. И в связи с этим проинструктировать всех, что говорить, как действовать. Чтобы у нас ссуды были не проигранные, а выигранные. Хорошо? Может, вопросы какие есть? Да? Да. Спасибо, Олег. Сморкад. Как понять, достиг ты нижних или нет? Достиг нижних. Там есть определенные, там есть определенные, я все не помню, но есть определенные признаки нижних. Их само можно увидеть. И первый признак, это когда мы подходим к нижнихе. Это то, что мы не спим на лекциях по Багаватам и не спим на Джапе. Ари-во! Так, сколько у нас уже, сколько у нас процентов на нижнихе? Сколько таких предных? 80 или 90? И там есть еще другие. Это только, знаете, это самые такие, это цветочки. Это цветочки. То есть, еще один признак нижних, это когда вокруг бушуют материальные страсти, а мы на них совершенно внимания не обращаем, они нас вообще не трогают. и мы спокойно занимаемся без беспокой с преданным служением. Я сейчас не помню, их там, по-моему, пять признаков, по-моему. Сейчас я их не вспомню все. Ну, вам этого хватит. Нет, пожалуйста. Как самому увидеть свои анардхи? Самому увидеть свои анардхи? Ну, просто, если у вас пришел, так сказать, ваш час, вы их увидите, а не пришел, вы их не увидите. Ну, может быть, какое-то грубое увидите, какие-то такие грубые анардхи. Как, например, какие-то старые привычки начинают тянуть. Самые грубые анардхи, самые такие грубые анардхи, это мясоедение, это интоксикации, это незаконные половые связи, азартные игры. Это самые грубые анардхи. И они же являются совокупностью вот этих шести анардх. Кама, кротха, лопха, мада, мансария и так далее. А ей это можно увидеть. Если потянуло на старое, значит, вот они анардхи, надо, я еще не освободилась от этих анардх. Потом они тонкие анардхи идут. Ну, потом они, потом такие, ну, тоже они грубые такие. Гнев, например. Гнев может быть, тонкий гнев и грубый гнев. Например, вы на кого-нибудь, на кого-нибудь накричали, потом, ой, что же я наделал? Вот все, увидели эту анардху. Вот она есть у меня, эта анардха. Если что-то это вылазит из сердца, когда вы проявляете гнев, например, или еще, зависть какую-нибудь, или еще что-нибудь, если оно вылазит, то нужно понимать, это Кришна нам показывает эту анардху. Это не значит, что я повторяю Харе Кришна Махамантру, и я становлюсь все хуже и хуже и хуже. Нет, просто оно спрятано было, а теперь оно на виду становится. Теперь это могут другие увидеть. Так я держал, а тут другие уже могут видеть это. И я сам тоже могу видеть. Чем неплохо? Очень даже хорошо. Да, давайте из интернета. Вопрос задает Ади Гауранги, Давидаси. Сейчас многие учитывают совместимость гуру, астрологическую и по характеру. А с Прабхупадой у всех учеников была с ним идеальная совместимость? Или просто это было неактуально? Вот эта вот астрология, она нужна, когда замуж будете выходить. Вот тогда она понадобится, эта астрология. Вот эта астрология, хиромантия, ну все вот эти вот вещи, предсказания какие-то там. В Читании Чиритамрите, сам процесс выбора гуру, он написан, когда Кришна видит, что преданный становится серьезным, серьезным становится. Тогда Кришна, лично Кришна, посылает этому преданному гуру. И он начинает его видеть. Вот как это происходит. Вот это по шастрам. Ну, можно еще к какой-нибудь бабке сходить, она там на Тора, на картах, еще выкинет, что-нибудь. Скажет, о, так у тебя гуру дама, у тебя дама. Ты думал, туз, а нет, дама. Дама. Отлично, дорогой Махараш, большое спасибо за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, что делать, когда он начинает привлекать что-то в материальном мире? Например, это музыка, которую не можно идти в кругу преданных, но и не знаешь, как это связать с Кришной. Что с этим делать? Ашал Парпада в таком случае рекомендовал на слова этой песни, в этой музыке подобрать Хари Кришна и петь Хари Кришна. Ну, понравилась музыка. Мне тоже, мне тоже, когда я пришел в сознание Кришны, мне там разная музыка нравилась, я подбирал под нее Хари Кришна, прям брал гитару, прям брал гитару, бренчал и пел под нее Хари Кришну. Однажды, однажды преданные, преданные пришли к Шиле Парпаде и сказали, Шиле Парпада, вот сейчас, сейчас такой хит есть, очень модный хит, ну, это какой-то американский, это не Битлз, какой-то американский хит, очень модный, его тысячи и тысячи людей вообще этот хит слушают. А можно нам, а можно нам Киртаны, Киртаны под эту музыку петь? Он шел, да, конечно, пойте, пойте, под эту музыку Киртаны, пускай другие привлекаются тоже. как вот это вот, как вот это вот, один преданный, он даже, по-моему, книгу написал, по игре на инструментах и так далее, он мне сказал, вот этот вот знаменитый, вот этот вот знаменитый мотив, он так и пришел, вы его все слышали. Ари Кришна, Ари Кришна, 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 Ари, Ари. А там песня какая-то была, я точно, песня какая-то была, я ее и не помню, но вот он говорит, есть такая песня, я слова не приведу точно, ну, примерно так берется, а ну-ка, мальчики, любите девочек. И он мне говорит, когда я слышу, у меня такие замскары, говорят слова. Второй? Второй вопрос. Махараш, скажите, пожалуйста, как быть, когда в кругу преданных, которые постоянно указывают мне на мои анардхи, я чувствую, что я не ко всему готова, не готова, не все готова слышать, и как мне вот в данной ситуации развить смирение? Вот что с этим делать? Он нужно этим преданным сказать, что просто прямо сказать, что я не готова, еще мне тяжело, это, ну, не так часто, или не так часто, ну, хотя бы разок в недельку. Вот давайте день выделим, когда вы можете мне одну анардху показать, или раз в месяц, например, благоприятный день. Спасибо, спасибо, дорогой Махараш, за лекцию, я бы хотела спросить, что создает вот этот стих, Чидиэнте, Хридаян, Грандхиш, Чидиэнте, Хридаян, Грандхиш, ага. Что создает предпосылки к образованию вот этих узлов на сердце, и как... Но эти узлы на сердце, это, по сути дела, наша привязанность к этому материальному миру. Мы привязанность, вот они узлы, мы привязаны, наша душа, она привязана к этому материальному миру. Вот он узел, он держит нас. Это, по сути дела, ложное эго. Это самый последний этап, самый последний этап разрушения или одухотворения, это ложное эго. Это вот узлы вот эти, это в ложном эго все. Я контролирующий, я такой, я такой. А карма и прошлой жизни влияет как-то на эти узлы? Ну да, это все, все это завязано вместе, карма. Это по карме, вот эти вот узлы, вот эта привязанность к материальному миру, это по карме. Потому что если мы практиковали в прошлых жизнях, то у нас карма уже не такая, у нас уже узлы, они не тройные, не пятерные, не десятерные, а там узелочек такой с бантиком, раз, дернул его и все. Он развязался. Еще можно второй вопрос. Как уйти от желания критиковать, если ты понимаешь, что критика справедлива на самом деле? И как понять, что вот бывает, что преданность… Есть такое понятие конструктивная критика. Конструктивная критика. И конструктивная критика – это не критика преданных, а конструктивная критика – это критика самих действий. И поэтому мы можем говорить, что вот такие действия, они приводят к тому-то, тому-то, тому-то. Они привозят к тому, что вот эти узлы, они затягиваются. Они не разрубаются, эти узлы затягиваются еще сильнее. – Спасибо. – Да. – Кришна, дорогой Махач, большое спасибо за лекцию. Вчера я прочитала в 4 главе, в 38 тексте. «В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри». – Так, какой еще раз? – Это Бхагавадгита, да? – Да, Бхагавадгита. Четвертая глава, 38 текст. – 4.38, сейчас, секунду. Я вот кое-что помню, я перенял на зону, не понял. Какой текст? – 38. – Так, в этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Понятно. Тому, кто достигает совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри. Так, вопрос в чем? – Вопрос, какие критерии достижения совершенства в преданном служении, и вот что есть в преданном служении? – Основные виды преданного служения. Самое могущественное, ну, первый – это вот этот стих. – Шараванам Киртанам Вишнох, Смаранам Пада Севанам, Арчанам Ванданам Дасьям, Сакхьям Атмани Веданам. Вот, вот это вот основные виды преданного служения. И также вот этот стих. – Сатхусан Ганама Киртан Бхагава Шаравана, Мадхуарабасу Ши Муртира Шарада и Севана. Самые могущественные виды преданного служения. Вот они являются, ну, основой, это вот основа преданного служения. Самые. И, в конце концов, если мы хотим все это свести к минимуму, то это… А, еще третий – это Намаручи Вашнава Севаджи Вадоя, это тоже сюда же, еще один. И самый-самый минимум – это Шараванам Киртанам. Вот это вот основа всех основ. Шараванам Киртанам. Слушание и воспевание. – Это значит, слушание и воспевание, если довести до уровня, то знание откроется изнутри. Так получается? – Да. – Здесь имеется в виду совершенная личность, когда изнутри открывается знание. Это Кришна говорит. Как же Он говорит? – Тишам сатата юктанам баджанам притхи пурвакам дадами будхи йогам там янамам упаянти те. Кто Мне служит, очень искренне служит. Тому Я через сердце открываю знание, Он говорит. Но в Кали-югу, как правило, вот это знание, знание, оно раскрывается, мы еще не можем его через сердце увидеть, услышать. У нас голосов там много. Что там, что там, разные голоса бывают. Вот такие, такие бывают голоса. А Гуру, он является прозрачной средой. И вот Гуру, через Гуру оно открывается, это знание. Давайте последний вопрос, и все, закончим на этом. Микрофончик. Вопрос из интернета. Пишет Бхакта Александр Пакаев. Харе Кришна, дорогой Махарадж, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, Вьесадева записал Бхагаватам в том виде, в котором мы его изучаем уже после того, как Сута Госвами пересказала его мудрецам на Мишаране. Если да, то скажите еще, в каком виде Вьесадева поведал Бхагаватам своему сыну, и когда это произошло? Ой, длинный ответ, конечно. Такой вечный спор идет. Вроде бы по... Вроде бы по десятой песне Шиман Бхагаватам, или книга Кришны, когда Баларама пошел в паломничество, он встретился с мудрецами и должен был в эту науку Бхагаватам рассказывать Рамахаршана Сута, отец Суты Госвами. И он его убивает, Баларама, его убивает. И потом мудрецы сказали, ты нарушаешь дхарму, он говорит, я его оживлю. Они говорят, нет, ты верховная личность Бога, и поэтому как ты решил, пусть так и будет. Задача у Баларама усложнилась, и тогда он говорит, хорошо, тогда пусть все мои благословения перейдут, и ваши благословения перейдут на его сына Суту Госвами. И все это было, вот эта ситуация была до вот этой вот, до вот этой вот истории, когда Нарада пришел к Весадееве и так далее. И получается, Суты Госвами, он был как бы раньше, что ли. Но на самом деле, они начали это жертвоприношение, они начали проводить это жертвоприношение, но уже сам диалог, сам диалог состоялся позже, это уже было после ухода Кришны. И поэтому, и поэтому, и поэтому вот так. А как передал Весадева, передал Шукадеви Госвами, как передал, но он не хотел, Бхага в этом описывается, он не хотел выходить много лет. Вообще, если быть точным, 12 лет он не хотел выходить. Не 16, а 12 лет. Потому что, когда ему было 16 лет, он встретил Махаража Парикши, то он еще путешествовал, ходил, как-то вот, еще 4 года прошло. И когда ему 16 лет было, тогда он встретил Махаража Парикши. На 12 лет он вот в Рубе Матери находился и не выходил. Потом, в конце концов, Весадева его звал, звал, и говорит, сынок, выходи, говорит, я Весадева. Он говорит, я, говорит, боюсь маи. Он говорит, выходи, я тебя освобожу от маи. А он ему там отвечает, говорит, как ты меня освободишься в мае, от маи, когда ты сам в мае. Он говорит, как так, как я в мае? Ты меня еще не видел, а уже привязался ко мне, говорит. И когда он появился, он просто встал и пошел, и ушел. И Весадева решил его найти, ему же нужно бага в этом передать. И тогда он своим ученикам, своим ученикам дает шлоки, по 2 шлоки дал. Он говорит, идите и читайте шлоку. И эта шлока, сейчас скажу, Кришна вместе с мальчиками-пастушками из 10-й песни Шиман-Бхагават входит в лес Вриндавана. И один ученик, он читал эту шлоку, и он проходил мимо Шукадева Гасами, который был манистом на этот момент. И он такой оброшенный, весь был, у него борода уже была, он весь такой оброшенный, в кустах сидел. И вдруг он услышал нектар, нектарный стих услышал на санскрите. И он зашевелился. И Весадева сказал, что в лесу живет Ракшас, и поэтому когда будете хворост собирать, этот стих он будет защитным, будет защищать. Но если, говорит, не поможет этот стих, то тогда прочитайте второй, что Кришна настолько милостив, что Путани, которая пыталась его убить, он даровал освобождение. И когда Шукадева Гасами там заерзал, когда услышал вот этот первый стих, этот ученик подумал, ого, наверное, там Ракшас, он начал, и Шукадева Гасами заерзал, потом подумал, ну я недостоин, я недостоин даже подойти к этой возвышенной личности и так далее, недостоин. Но зашевелился. Тот услышал, что кусты шевелятся, он подумал, это Ракшас, и начал читать вот этот второй стих про Путану. И тогда Шукадева Гасами подумал, ну раз Путани, раз Путани он дал освобождение, она пыталась убить, так мне, наверное, что-нибудь перепадет, я не хочу Кришну убивать. У него он такой волосатый выскочил. И тот убегал, тот убегал и читал вот этот второй стих. Все время повторял этот второй стих. И тому он все больше нравился, он даже его наизусть выучил, пока я сбежал за ним. И в конце концов, этот чиник сказал, Гурудеев, спаси меня, Ракша сбежит за мной. И в Ясадево вышел, и он оббежал в Ясадево, заскочил в хижину, и в Ясадево поднял, поймал Шукадеву Гасами в объятии. Поймал его. И сказал, ну как, сынок, нравится? Тот говорит, да, да, нравится. Я тебе весь Багаватам расскажу, там много шлок, там 18 тысяч шлок, всем хватит. И он тогда остался, он остался, и он ему поведал, поведал Шимат Багаватам. И потом уже пошла история с Махараджо Паришным. Он был проклят, и пошел на берег Емуны, пошел, и туда пришел Шукадеву Гасами. Вот, все, на этой, так сказать, торжественной ноте мы закончим. Давайте помолимся за наш храм. Тут уже некоторые считают, что нас уже выгнали, сюда предных меньше стало ходить, мне сказали, на субботние программы уже в два раза меньше предных ходят, уже думают, все, закрыться, а мы все, живем нормально.